Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 21 июля. Выбирайте свою карту дня. Какую карту вы хотите для себя сегодня загадать? Первую, вторую или третью? Если у вас есть вопрос, сконцентрируйтесь на своим вопросом. Ну что же, я выберу для себя сегодня карту номер один. Ой, четверка, четверка жезлов. Здесь что-то может касаться каких-то хороших известий, приятных. Потому что хорошее настроение, радостные события, известия. Это веселье в доме, вот что-то складывается, получается. Когда вы шли к чему-то, вы добивались, вы стремились, дисциплинировали, где-то ограничивали, где-то вот, может быть, нужно было, очень много трудиться и вкладываться во что-то, да. И вы шли постепенно к своей цели, и, наконец-то, вы добились стабильности. Наконец-то вы чего-то добиваетесь. Это что-то касается, может быть, недвижимости, места жительства, переездов, путешествий, карьеры, работы тоже или семьи. Это вот семейная обстановка. Если вот посмотреть на эту карту, да, это вот прям семья, дом, хорошая обстановка, очаг семейный, дети. Это, может быть, рождение ребенка, пополнение в семье. Это гости, это вечеринки. Это, может быть, какие-то события в вашей жизни, которыми вы гордитесь, вы отмечаете, вы празднуете. Может быть, для вас это новоселье, либо подписка документа, связанная с домом. Может быть, там кто-то приобретает недвижимость, кто-то продает, кто-то, может быть, сдает. Да, вот какие-то такие темы, связанные именно с местом жительства или с домом. И, конечно же, с семьей. Вот здесь вот что-то получается, что-то складывается. И вот события прям поднимают вам настроение. дает вам такой настрой, да, вот желание, чтобы вы смогли, у вас получилось. Это время результатов. Здесь пришло время праздновать что-то. Так, вторая карта. Пятерка. Пятерка Пентакли. Можете остаться недовольными чем-то здесь. Вот это финансовый кризис, беспокойство. Это когда вот разочарования какие-то могут быть. Вы очень волнуетесь. Для кого-то это может быть финансовые потери, траты. Это может быть безработица. Это может быть, когда вы нуждаетесь в финансовой поддержке. Но здесь тоже время состояние такое, что когда человек отпустил свои руки, он потерял веру в себя. Он потерял веру в то, что он сможет поменять ситуацию или как-то ее изменить. И вот здесь вот почему-то вот такое вот депрессивное состояние немножечко. Или здесь вот хочет, чтобы вы его пожалели, посочувствовали еще. Вы можете оказаться в такой ситуации, где вот какие-то финансовые колебания могут быть. Или может быть здесь вы должны будете явиться кому-то на помощь для того, чтобы спасти кого-то прям. Может быть у кого-то серьезные какие-то финансовые проблемы. И где вы решите вот как-то помочь такому человеку. Кстати, знаете, в негативе, если так посмотреть прям глубоко и поглубиться в иллюстрацию этой картинки. Здесь вот прям может быть вы кому-то даже можете помочь со здоровьем. Вот что-то может быть связано. Потому что Пентакли это еще наши ценности. Это вот что-то касается здоровья. Здесь вот может быть какие-то у человека есть привычки, заболевания. Это может быть даже какие-то темы связаны с алкоголем. Привязанность какая-то здесь есть может быть у человека. И где вы пытаетесь помочь этому человеку. Потому что кто-то будет внуждаться в вашей помощи. Это еще может быть как-то так проиграться. И вот здесь вот как-то помочь либо финансово, либо моральную какую-то поддержку. Показать каким-то людям или какому-то человеку. И третья карта. Здесь у нас принцесса Пентакли. Но в классической колоде она этапаж Пентакли. Здесь вот как будто начинать планировать свои финансы. Просчитывать свои расходы, доходы. Строить финансовые планы. Что-то приобретать. Вот здесь вот прям просчитывать и смотреть сможете ли вы что-то приобрести. Сколько вам нужно. Какая сумма нужна на что-то. Это может быть вести учет бухгалтерии. Может быть вы занимаетесь бухгалтерией. Или вы обучаетесь допустим финансом бухгалтерии. Или вот может быть вы пытаетесь как-то себя немножечко обучить финансовой грамоте допустим еще. Вот. Или сами здесь учитесь студент. Когда вы может быть будете учиться что-то. Пытаться там оплатить себе. Оплатить учебу. Или может быть вы студент. И для вас это как поступление стипендий допустим. Или здесь вот какие-то новые траты могут появиться. То что не входил в ваш бюджет. Какие-то извести новости касающихся ваших доходов например. Вообще здесь это часто как начало стабильной финансовой ситуации. Это как вот строиться на работу. И вот наконец-то вот первая зарплата допустим пришла. И вы начинаете считать. Или может быть какая-то сумма денег поступила к вам. А вы теперь распоряжаетесь практично. Вы каждую копеечку просчитываете. Вот чтобы вам хватило на все. Как-то может быть финансово что-то будете организовывать здесь. Пентакли это часто также указывают на детей. И вот здесь вот может быть траты на детей. Могут происходить на домашних животных. На старых людей. Может быть оплачивать там сиделки. Или в дом престарелости допустим нужно. До зависимости конечно где ваши родители. Или где за кем вы там наблюдаете. Смотрите кому вы помогаете. Где они находятся. Вот какие-то такие темы могут конечно же быть здесь. Так как у нас у всех разные ситуации. Ну вот смысл надеюсь понятен. Это как вот отдавать. Вот помогать. Или оплачивать кому-то что-то за их услуги. За работу. Вот. А может быть здесь у вас есть свой бизнес допустим. Да. И на вас работают. А вы здесь может быть просчитываете зарплату. Кому нужно выплатить. Кому нужно что-то отдать. И вот пришло время там оплачивать кому-то что-то. Тоже может быть. Или вы может быть наняли для себя. Человека. Который будет как бы хорошо разбираться в просчетах, расчетах финансовых. И вот кто-то вам будет может быть финансово как-то помогать. Просчитывать. Или вести какой-то финансовый учет. Бухгалтерию. Здесь. И такой человек очень такой вот практичный. И ему стоит такому человеку довериться. Потому что он очень хорошо умеет это делать. У него что-то очень хорошо получается прям работать с цифрами, с финансами еще. Или это какие-то вложения, инвестиции. Могут быть может быть вы у вас что-то хотите новое инвестироваться. Ну например как акции. Да. Или куда-то. И здесь вот надо будет может быть пообщаться с каким-то специалистом. Но для вас это совершенно новая индустрия. Допустим вы никогда этого не делали. И поэтому вы как-то немножечко нуждаетесь. Может быть в поддержке. Или как-то нужно научиться этому. Вот. И вот здесь вот может быть кто-то будет за вас это делать. Потому что вы впервые это делаете. Как вариант тоже может быть. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Желаю удачи и успехов. Хорошего вам дня. Солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале. Буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока.